Лиарсин для кошек – инструкция по применению. Кошки часто сталкиваются с болезнями печени, почек, сердца и органов пищеварения. Лиарсин для кошек способен облегчить состояние больного питомца и замедлить дегенеративные процессы в организме. Кошки крайне тяжело переносят голод. Если кошка голодала два дня и дольше, то у нее может развиться липидоз печени. Это тяжелое заболевание, при котором клетки печени переверождаются и накапливают в себе жиры. Из-за этого печень перестает выполнять свои функции. Поэтому кошка всегда должна быть сытой. Описание препарата. Лиарсин для кошек – это гомеопатическое средство, оказывающее целебное воздействие на все системы организма. Бесцветные капли или белые таблетки помогают при множестве болезней, связанных с дегенеративными воспалительными процессами в жизненно важных органах. Лиарсин выпускается в форме капель таблеток и раствора. Для инъекций формы выпуска Лиарсин для кошек выпускают в нескольких разных формах. Раствор для инъекций – флаконы 10 мл и 100 мл таблетки, 50 штук в банке, капли для перорального приема, флаконы 20 мл. Раствор для инъекций и капли для приема внутрь представляют собой прозрачную жидкость, бицвета и запаха. Лекарство выпускается также в форме белых таблеток. Лиарсин представляет собой белые таблетки или прозрачный раствор состав препарата благодаря уникальному составу Лиарсин оказывает системное воздействие на организм и облегчает самочувствие при многих тяжелых заболеваниях. В состав Лиарсина входит три действующих вещества – лайкоподиум D8 эффективен при различных болезнях, печень не помогает выводить токсины из организма. Арсинекум Малбум D12 благотворно воздействует на пищеварительную систему, сердце, почки и кожу. Фосфорус D30 улучшает обмен веществ, полезен для поджелудочной железы, печени, сердца. В растворах для инъекций к ним добавлены вспомогательные компоненты – вода и хлорид натрия. В таблетках вспомогательными веществами являются стерат кольца и сахарная крупка. Важно! Все вещества, входящие в состав Лиарсина, дополняют друг друга и усиливают лечебный эффект. В состав Лиарсина входит лайкоподиум D8, арсинекум Малбум D12 и фосфорус D30. Показания к применению препарата Лиарсин помогает при ряде болезней. Дегенеративные и воспалительные болезни печени – липидоз, гепатит, цирроз. Жировое перерождение печени, почек, органов ЖКТ. Дегенеративные заболевания почек – нефрит, гламеролонефрит, нефроз. Панкреатит в острой хронической форме. Болезни ЖКТ – гастроэнтерий, гастрит, диспексия, дисбактериоз, язва желудка или кишечника, стоматит. Кожные болезни различные теологии – дерматит, дерматоз, мокнущая экзема, крапивница, тфурункулы. Сердечно-сосудистые патологии – миокардит, миокардиодистрофия. Нарушение обмена веществ, пневмония, отравление различными веществами. Лиарсин можно применять в профилактических целях. Это особенно важно для пожилых кошек. Лиарсин способен замедлять возрастные патологические процессы. Лиарсин помогает при различных тяжелых болезнях кошек применять. Есть множество заболеваний, при которых ветеринар назначает лиарсин для кошек. Инструкция по применению лекарства прилагается к каждой упаковке с таблетками или флаконами. При остром гастрите или гастроэнтерите пиральные капли закапывают кошкам в рот по одной капле 4-6 раз в день до выздоровления. Обычно на это уходит несколько дней. Внимание! Можно давать кошке капли каждые 15 минут в течение 2-х часов, тогда лечебный эффект наступит очень быстро. Пиральные капли лиарсин применяют при хронических болезнях 2-3 раза в день. Курс лечения может длиться 1 месяц. Таблетки лиарсина нужно давать кошкам 4-6 раз в сутки до прекращения болезни или каждые 15 минут в течение 2-х часов. Дозировка для кошек и котят 1 таблетка в день. Курс лечения должен продолжаться не дольше 1 месяца. Инъекции лиарсина делают подкожно, внутривенно или внутримышечно. Дозировка составляет 0,5-2 мл в зависимости от диагноза и состояния животного. При лечении тяжелых острых заболеваний уколы делают 1-2 раза в день до исчезновения симптомов. Курс лечения длится 10-14 дней. При хронических болезнях уколы ставят 2-3 раза в неделю на протяжении 21-28 дней. Курсы лечения препаратом можно повторять в течение года с небольшими промежутками. Курс лечения длится до тех пор пока не исчезнут симптомы болезни мер предосторожности при работе с лекарством. Лиарсин не требует соблюдения и особых мер предосторожности. Нужно соблюдать правила гигиены, использовать только одноразовые стерильные шприцы для каждого животного, следить за качеством раствора. Для инъекций не употреблять лекарства со стекшим сроком годности. Противопоказания к применению. При использовании лиарсина для кошек не наблюдалось побочных эффектов и симптомов передозировки. Противопоказанием к применению является повышенная чувствительность к лекарству и его компонентам, что нередко приводит к аллергии. Лиарсин эффективен при лечении панкреатита, липидоза и других болезней печени и взаимодействия с другими лекарствами. Лиарсин для кошек хорошо взаимодействует с другими лекарственными препаратами и может усиливать их воздействие. Подходит для использования в рамках комплексной терапии. Дополнительная информация. Состояние здоровья печени влияет на другие органы и ткани, особенно на кожу и шерсть. Поэтому при выпадении шерсти и проблемах с кожей нужно проверить печень. Особенности хранения ниньи препарата. Лиарсин в таблетках годен в течение 5 лет. Лиарсин в каплях или растворе для инъекции сохраняет годность в течение 3 лет. Лекарства нужно хранить отдельно от пищи и кормов в темном сухом месте, куда нет доступа детям и животным. Температура, оптимальная для хранения, находится в пределах 0,25 градусов Цельсия. Лиарсин может организм у кошки восстановиться после истощения и голодания преимущества и недостатки. Лиарсин оказывает быстрое лечебное воздействие на все органы и системы. На сегодняшний день он наиболее эффективен среди ветеринарных гомеопатических препаратов. Его применяют для лечения кошек, собак, свиней, коров, птиц и других животных. Достоинство данного препарата – широкий спектр действия. Помогает при многих тяжелых заболеваниях печени, почек, сердца, легких кожи. Улучшает обмен веществ. Действует быстро. Несколько разных форм выпуска. Относительно невысокая цена. Для справки. Иногда у хозяев животных возникают трудности при поиске и использовании лиарсина, потому что лекарство не всегда поступает в аптеки в регионах. Недостатки. Лечебный эффект может достигаться медленно. Препарат можно найти не во всех ветоптиках. Является гомеопатическим препаратом, что у многих может вызвать сомнения в эффективности. Чем можно заменить лярсин? Полных аналогов данного лекарства нет, но вместо него ветеринар может назначить другие препараты. Наиболее эффективными среди них являются верокол, гомовид и атропин. Эти лекарства нельзя самовольно заменять друг на друга. Полных аналогов лярсину нет, но допускается использование других препаратов при системных нарушениях в организме и при дегенеративных заболеваниях отлично помогают лекарства, эффективно воздействующие на все органы и системы. При правильном использовании лярсин быстро улучшит самочувствие больной кошки и исцелит ее от болезней.